У Ярычки все натуральное, гарантирую. Сорт – это особая история. Пиво они тоже пьют, особенно после игры. Рыбу-фугу пробовали? Конечно, пробовал. Потому что я его украл. Остается один скелет и ее голова. И она еще губами там шевелится. Итак, поехали, да? Кукурузину целиком видно? Когда ждешь гостей, опаздывающих за трафиком, в ресторане, в окружении овощей для сегодняшнего выпуска, невольно вспоминается смешной анекдот о том, как высокопоставленный политик приходит в ресторан, в окружении министров, садится за стол, к нему подходит официант, спрашивает, что вы сегодня будете? И высокопоставленный политик отвечает – мясо. Официант спрашивает – а овощи? Он говорит – а овощи тоже будут мясо? Дорогие друзья, у меня в руках сейчас не просто шоппер. Вы можете увидеть здесь картину. Это не просто картина. Это картина с изображением самого дорогого футболиста в мире, созданная специально для проекта «Спорт из арт». И эта картина, изображенная на данном прекрасном шоппере, участвовала вот в этой выставке. Вы можете стать владельцем этого шоппера уже очень скоро, ответив на вопросы, которые я задала в выпуске. Но вы получите не пустой шоппер, естественно. Там будет лежать некий секретный приз от нашего шоу. Так что смотрите наше шоу, отвечайте на вопрос правильно. Желаю вам удачи с генератором случайных чисел. И всем глухомоле! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами шоу Олег Вакамоли. Я его ведущая Милана Орехова. Напоминаю, что наше шоу выходит при поддержке сайта «Спорт день за днем». И сегодня мы продолжаем футбольную тематику наших гостей. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Радченко, супруга Ирины Радченко. Напомню вам, что Дмитрий играл и за «Спартак», и за «Зенит» во время своей футбольной карьеры. А в данный момент он продолжает карьеру уже не игрока, а является тренером в Академии футбола «Зенит». То есть воспитывает новых молодых игроков. Совершенно верно! Ирина маркетолог. Также у нее есть сеть салонов красоты, о которой, я надеюсь, она нам пару слов сейчас скажет. Там очень интересная концепция, родственная теме нашей передачи о здоровье, спорте и, собственно, красоте. А также Ирина является фитнес-тренером и диетологом, что делает нашу беседу особенно интересной, учитывая, что мы все стремимся к тому, чтобы выглядеть хорошо, чувствовать себя хорошо, хорошо питаться, хорошо заниматься спортом. Правильно, да. Ну, тут правильность, она такая, понятие немножко растяжимое иногда. Но мы поговорим сегодня о таких принципах, да, которые семья Радченко могла бы, может быть, какие-то лайфхакином. Я за кадром немножко с ними успела поговорить. И нас ждет сегодня очень интересный выпуск. Да, всем здравствуйте. Значит, я фитнес-тренер и диетолог. Расскажу немножко об этом сначала. Значит, занимаюсь я спортом очень давно, где-то уже лет 15. Практически родилась, сразу начала заниматься спортом. Это была легкая атлетика, а потом плавно она перешла в фитнес. Это занятие в тренажерном зале регулярные. Я хожу в зал через день. И за мной следит, чтобы я был в форме. Да, есть у вас какие-то семейные занятия спортом. Там, зарядку вместе делаете, бегаете вместе в парке или что-то в этом роде. Очень редко, практически нет времени. Ну да, наверное, действительно, учитывая, что график «Зенита» достаточно напряженный, а у Ирины в виде того, что она очень много сверхдеятельности взяла в своих охватываниях. Наверное, действительно, удается встретиться только вечером за ужином. Практически ночью. Мы встречаемся ночью, где-то в 11-12, потому что у нас очень загруженный график. И Дима работает с утра до ночи, и я также, поэтому... Такой вопрос, если вы так поздно встречаетесь, ужинаете ли вы так поздно? Если ужинаете, то что? Можно съесть в такое время суток без ущерба для здоровья? Могу рассказать Дима, профессиональный спортсмен, вы все знаете. Вот, Дима может есть в любое время. Он может есть в 2 часа ночи, в 2 часа ночи, в 2 часа ночи, в 3 часа ночи. Как разогнал в юности, до сих пор за него же завозить. Утро во сколько начинается? Ну, у меня сегодня начало во сколько? В 7.30 подъем был, по гречаю, поедал на работу. Прекрасно такое, достаточно рано, но все-таки не на часах, когда уже цифра 7, это всегда приятнее просыпаться, чем когда, например, 6 или 5. В этот раз мы разыграем для вас целых 4 приза. Призы предоставлены Дмитрием Радченко, футбольным клубом «Зенит». Там будут 2 билета на игру «Зенит-Спартак». Я правильно сейчас сказала? Это важно. «Зенит-Спартак». Один из призов предоставлен Ириной. Ее салоны красоты «Сантропе». Студия «Сантропе». Студия «Сантропе». Ирина еще нам пару слов позже чуть-чуть скажет о своем салоне. Подарочный сертификат будет вручен победителю, который ответит правильно на вопрос, который мы зададим чуть позже. Также Евразия разыгрывает подарочный сертификат на обед, ужин или даже может быть завтрак, если кто-то из выигравших захочет позавтракать в ресторане Евразии. Ну и еще Ольга Камоль тоже не могло остаться в стороне. Мы тоже разыграем один прекрасный приз. У меня тут рядом лежит прекрасная сумка «Шоппер» в корпоративных цветах «Спортс Дейли». Сейчас я немножко скажу о том, что именно мы будем готовить. Мы поделим обязанности, поделим продукты. Вот перед Дмитрием, вы видите, лежит такой прекрасный кабачок молочной зрелости, как он называется в некоторых магазинах. Также там лежит авокадо и лайм. С помощью этих ингредиентов сегодня мы приготовим крем-суп из авокадо и цукини кабачка. Немножко потом его сбрызнут лаймом. На кухне нам помогут довести его до готовности. А Дмитрий сейчас займется тем, что произвольными кусочками, не нужно аккуратничать, порежет кабачок, лайм на половинке. И авокадо нужно очистить от шкурки, вынуть косточку и тоже нарезать на такие произвольные ломтики. Мы с Ириной займемся подготовкой овощей для теплого салата. Он будет состоять из баклажанов. Такой чудный баклажанчик. Кабачка, паприки. Мы туда еще порежем лук. Потом достанем с того края салата немножко череков. Отдадим тоже это все на кухню. Нам это все приготовят. Я думаю, Дириан, что он еще порезал. Когда нам понесут уже готовый теплый салат, мы его посыпем порезанными листиками мяты, для такого аромата совсем, и зерочками граната. Он будет очень, на самом деле, приятной температуры, теплый, полезный. Есть теплую еду, а не горячую или очень холодную. Наверняка Ирина со мной согласится. Абсолютно, да. Также в осеннее и зимнее время нужно радовать не только вкусовые рецепторы и наш желудок, но еще и глаз, так сказать, уставший от серых петербуржеских красок. Да, у нас такое все яркое. Почему, что я начал уже резать? Конечно, все очень правильно. Дима просто никогда ничего не резал, поэтому я просто наслаждаюсь. У нас в программе очень часто происходят различного рода дебюты. Дебюты, да, экспромт вообще. Анатолий тоже. Теперь, видимо, дома буду резать. Она ничего обычно не готовит, в общем-то, и, например, даже у нас был такой гость, который первый раз у нас в эфире попробовал авокадо. Тимачук даже борщ не готовит. Даже? Ничего не готовит, сказал. Даже чай не готовит сам. Чай ему готовит, и он берет его с собой, чтобы согреваться вдали от дома. Ну что, мы приступим. Да, можно, да, давайте быстрее, потому что хотелось бы уже супчика попробовать. Да, брем супчика из авокадо и кабачки. И я вам покажу, что у нас сегодня еще куриное бедро, из которого мы приготовим шашлычки в соусе терияки. Обалдеть, как раз ночью я куриное бедро и ел. Да, но ты ел в сметане, сметанным соусом. У нас будет сегодня такие японские мотивы. Мы режем как? Колечками или четвертим. Отлично, договорились. Бери, например, с меня. Дима, я же даже не спрашиваю, как. Я сейчас вот для примера покажу. У нас вот должны получиться... Должны получиться вот такие ломтики. Отлично. Ешьте больше овощей, не забывайте про белок, в том числе не бойтесь жирных сортов рыбы, не бойтесь там какое-то бедро, индейки использовать. А ты знаешь, что едят вот футболисты после игр? Макароны с курицей? Нет. Вот они до игроков, да, пришли на одевалку, узнаешь, что им? Нет, это, кстати, интересный вопрос. Я угадала карбонару, скажи. Нет. А что тогда? Карбонару там тяжело готовить. Они едят пиццу. Ага. А какой, кстати, вид? В мое время, когда я играл, такое запрещали. А сейчас говорят, чтобы обратно набрать... А это сейчас имеется в виду взрослые футболисты или детские футболисты? У меня такой вопрос. Вы как наставник, практически, можно сказать, отец всех этих футболистов молодых, которых вы тренируете в Академии Зенита. Какой отец? Магалетный. В широком смысле этого слова. Понятно. Есть ли какие-то продукты, которые вы однозначно отберете, увидев у своих подопечных? На самом деле у нас в Академии стоят автоматы. И раньше там были разные шоколадки, разные бутерброды, которые были... Ну, они не полезны для детского организма. Конечно же, это все со временем убрали. Посмотрели наши диетологи, и сейчас только соки – самые натуральные продукты. Ну да, я хотела немножко добавить про здоровую пищу. Ну, у меня своя методика и теория. Она, конечно, основана на многих заключениях медиков и так далее. Но я считаю, как диетолог, что надо к диетам подходить индивидуально. Совершенно согласен. Надо обязательно изучать свой организм. Это во-первых. Во-вторых, изучать образ жизни, которым живет девушка или парень, который хотят съесть на диету. Подопечный, так сказать. Да, подопечный, да. Потому что есть люди, которые мало двигаются, например, и там перемещаются два раза в день с утра до машины. Потом приехали в офис, посидели и вечером дошли до машины и приехали домой. А есть те, кто бегают целый день, например. Ну, вот эти, как пример, такие, как мы с Димой. Вот. И это образ жизни разный. И таким людям разные нужны диеты. Вот. И не очень я поддерживаю диеты, например, там вот белковые, которые... Дисбалансированные, которые на определенных продуктах исключают другие, более важные. Потому что организм нельзя обмануть. Ему нужны все продукты для нормальной жизнедеятельности. И если исключать какие-то важные продукты, то потом, через, допустим, полгода или год, наш организм будет на состоянии стресса и захочет эти продукты как-то найти где-то. И он начнет их исполнять в Макдональдсе, например, и в большом количестве. Да, я совершенно согласна по поводу индивидуального подхода. На самом деле, тут не только даже образ жизни. Есть индивидуальная непереносимость, непридуманные, да, там всякие страшилки. А действительно, которые человеку, может быть, не вызывают прямой аллергией, но есть какие-то продукты, которые подходят больше, какие-то, которые меньше. Вот, кстати, по поводу разных. Вот даже мы сейчас складываем овощи в разные миски, потому что цукини, баклажаны будут поджариваться в одной сковороде, а паприка и черри, другой, а лук тоже отдельно. И это все соединится позже, потому что даже овощи, несмотря на то, что они все вроде как овощи, тоже разные. Дмитрий справился быстрее всех. Так, умывает его что-то еще ему дать. Так, мы продолжаем нарезать свои овощи, и я перехожу к первому вопросу, который, ответив на который, человек получит шанс выиграть билеты на матч «Зенит-Спартак», который пройдет 1 декабря, уже в это воскресенье. Напоминаю, розыгрыш состоится в пятницу. Розыгрыш будет проходить в группе ВКонтакте «Спортсдейли», то есть «Спорт день за днем». Вам нужно ответить на следующий вопрос. Кому Дмитрий забил первый гол, играя за футбольный клуб «Зенит»? Какой команде? Какой команде, да. А дальше мы переходим к следующему, к следующей части конкурса, который, к которому предоставляет студия «Красоты Сан-Тропе». Я попрошу как раз пока я вот с этим зверем кабачковым расправляюсь, да, окончательно. Сложно резать и говорить, боюсь себе пальцы отрезать, несмотря на свой поварской опыт. Мамамам, а больше. Пятнадцатилетний, с удовольствием отдам половину зверя. А Ирина нам сейчас расскажет про студию «Красоты» и про концепцию, которую они исповедуют в своей работе. Это очень, на самом деле, интересный момент. Да, с удовольствием. Студия «Сан-Тропе» — это три студии. На чем мы основаны? Мы основаны изначально на натуральных компонентах. Ну, расскажу на примере, чтобы было понятно. Изначально, когда студия только открывалась, это было пять лет назад, открывалась она как студия «Загара». Я еще мастер моментального «Загара». То есть это «Загар», который не «Солярий». Да, да, вот как раз эта студия началась с этого «Загара». Так как я мастер этого «Загара», 10 лет уже им занимаюсь, «Загар» моментальный и основан на натуральных компонентах. Я так в двух словах. Это сахарный тростник и сок алоэ. Эти два компонента, когда они вступают в реакцию... Случат, как компоненты для смута просто. С кожей, с аминокислотами кожи, они вызывают выработку как раз меланина, того самого гормона, который вырабатывается при загаре на солнце. То есть что мы получаем? Мы получаем витамин D и меланин и не портим нашу кожу. То есть не вредим здоровью. В зимнее время это вообще даже полезно. Да, это полезно, как спа-процедура. Она увлажняет кожу и очень благотворно действует на организм. Я, пожалуй, к новому году запишусь. А у вас, дорогие друзья, есть возможность выиграть сегодня сертификат на 2000 рублей от студии красоты Сантропе, ответив на вопрос, ответ на который вы услышите, когда я задам свой вопрос за Ирине. И вот, внимание, звучит этот вопрос. Что ваша семья обычно ест на завтрак? Или если вы едите разные в виде завтрака, тогда что вы, Ирина, едите? Я могу говорить? Ну, вы знаете, завтрак, и мы всегда вместе. И на завтрак мы всегда кушаем овсяную кашку. На воде? Нет, на молоке. На обычном или растительном? На обычном. И стараемся есть на молоке, которое с деревни, от настоящей коровы. С коротким сроком хранили. Да, без консервантов. И не то молоко, которое куплено в магазине. Молочки вы не боитесь? Нет, нет. Абсолютно. Подытожим правильный ответ. Итак, это каша на молоке от настоящей коровы с добавлением различных полезностей в виде фруктов и, например, меда. Тот самый знаменитый огород Радченко. Мы можем его так теперь назвать. Расскажите пару слов. На самом деле, я очень люблю это дело, потому что с детства привык жить у бабушки в деревне. Когда есть время, обязательно приезжаю туда, сажаю всякие помидоры, всякие перцы, огурцы. А далеко ли находится ваш огород? А это такое, можно сказать, родовое гнездо, это по Танецкому шоссе, деревня Кемполово такая есть. По дороге в Кингисеппо. В общем, не дальше Нарвы, скажем так. Картошку ем только свою, не покупную. А какой сорт у вас? Сорт – это особая история. Сорт я не знаю. Просто для варки идеально, на мой взгляд, я тоже не знаю название. Мы берем родственников, и она такая, как восковая, то есть она не разваливается. Сотов картошки очень много. Да, я знаю. Но мой сорт я не знаю. Знаешь, почему? Почему? Потому что я его украл. В прямом смысле? В прямом смысле этого слова. На колхозном поле. На машине ехал, и было очень много рассыпано картошки. Я подумал, что она уже как бы никому не нужна. Вот, вышел, набрал себе пакетик. Ну, естественно, со всех сторон начали бежать и говорить, отдай назад. Я сказал, что я бедный студент. Но это было очень давно. И привез домой, и ее сварил. И мы попробовали там с папой, с мамой. И она получилась такая разваристая, и вкус обалденный. С тех пор это та самая картошка. Я сажусь в машину, я сажусь в машину, еду назад, извиняюсь перед всеми. Говорю, где у вас можно ее приобрести? Мне говорят, вон, приезжай туда, там колхоз, там амбар, и тебя там продадут. Нам принесли напитки горячие, пока мы ждем с кухни наши блюда, чтобы их доделать и презентовать публике, и попробовать самим. Как человек, работающий в индустрии красоты, относитесь к уколам красоты, к всем этим натуральным всяким штукам. Что у вас в салоне предлагается для поддержания молодости и прекрасного внешнего вида? Ну, мы стараемся, так как мы начали со всего натурального, с моментального загара и с натуральных компонентов, стараемся избегать, конечно, уколов. И всех наших девочек, которые разного возраста к нам приходят, мы предлагаем обойтись всякими способами, чтобы это не было мезотерапии, не было этих филеров, ботокса и так далее. И, например, есть такой массаж Симон Малер, мы его очень пропагандируем, это массаж антивозрастной. Я считаю, что это весьма похвально, и сейчас напомню, что то, как вы выглядите и как себя чувствуете, зависит не только от того, что вы снаружи привносите на свою кожу, не только от тренировок, хотя, кстати, говорят, что бег не только замедляет процессы деменции различные умственные, но и также помогает мышечный тонус поддерживать, что, соответственно, помогает молодость дальше сохранять. Но еще очень важно то, что вы внутрь себя употребляете, соответственно, питание должно уделяться не меньше. Очень важно. У Ирочки все натуральное, гарантирую. А у меня сейчас такой вопрос. Мы уже затрагивали с нашими предыдущими гостями тему национальных различных кухонь в разрезе того, когда кто-то играл за клубы за границей. То у Дмитра еще более интересна география его карьеры, так скажем. Это Испания и Япония. И вот для начала вопрос про Испанию. Если игроки немецких клубов употребляют пиво, то что же получается тогда? Испанских игроков угощают различным прекрасным испанским вином? Ну, конечно, испанцы больше пьют вина. Но пиво они тоже пьют, особенно после игры могут выпить пару бокалов. Но больше вино. А какая кухня нравится больше, испанская или японская, если сравнивать? Ну, так как я всеядный, мне нравится ииспанская и японская кухня, смотря под настроение. А какое любимое блюдо в одной и в другой? Интересно. Ну, в Японии, естественно, суши. С чем? С сатуном. А рыбу-фубу пробовали? Конечно, пробовал. Конечно, пробовал. Даже при мне ее готовили. И было очень интересно, когда она уже вся разделанная. Остается один скелет и ее голова. И она еще губами там шевелится. Сейчас я задам вопрос, который мы всегда задаем нашим шоу гостям. Представьте себе ситуацию, что вы оказались на необитаемом острове. Точнее, вы знаете, что вы там окажетесь. И вам можно взять каждому отдельно. Нужно ответить на эти вопросы, потому что они в оба участвуют в конкурсе в отдельности. Три продукта. Возьмет канистру воды. Питьевой. Питьевой. И все? И все. Больше ничего не возьмет. Потому что на необитаемом острове все есть. Бананы там точно есть. Всякие ананасы есть. Кокосы есть. Рыба. Рыба есть. Может быть, даже какое-то мясо в джунглях бегает. Мясо есть тоже. Сорудил что-нибудь, нашел бы. Взял бы воды. Итак, ответ на вопрос о том, что бы взял Дмитрий Радченко с вами на острове. В том, что бы прозвучал. А я могу то же самое ответить? Я бы тоже воды взяла. Теоретически, конечно, да. Почему нет? Так будет даже сложнее. Да, мне так кажется. Если вы хотите выиграть сертификат холдинга Евразия, вам нужно ответить на вопрос, что бы Дмитрий Радченко взял с собой на метаемый остров. Вот. Дмитрий сейчас ответит на вопрос, кому именно он забил свой первый гол, играя за футбольный клуб Зимы. Первый гол я забил по миру из Душамбе. Вот. Другое дело. Да, какая красота здесь вообще. Все натуральное, все зелененькое. Ложки вот у нас здесь. Вот эту, полидно, полидно. Мы наконец-то готовы вкусить то, что у нас получилось. У нас прекрасный крем-суб из авокадо, цукини. Мы вот туда мятки добавили. Сейчас еще польем немножко соком лайма. На самом деле вы можете туда добавлять любую зелень, которая вам нравится. Спасибо. Там, оттенить каким-то образом, там, специями. То есть можно добавлять, там, кардамон какой-нибудь, мускательный орех. Поострее, чтобы сделать, можно, там, чили или порошок паприки сушеный. Можно куркуму добавить. Она тоже такая модулирующая приправа. То есть мы забываем о том, чтобы использовать активно в период, когда все на нас ходят вокруг, чихают. Да, хотелось бы сказать, что все очень вкусненько, очень красиво. И еще, приходите 1 декабря на футбол. Зенит Спартак, будет интересно. Не забудьте, два билета разыгрывается. Ууу! Мы попрощали же? Это было прекрасно. Продолжение следует...